Садгуру, наши матери установили очень высокие стандарты того, что значит быть идеальной женой. Однако, я или девушки моего поколения чувствуем, что мы не можем быть настолько же хорошими женами, как были наши матери. Должна ли я чувствовать, что мне чего-то не хватает, когда дело касается моей личной жизни, или же, что я не воздаю должного своему браку? Как мне чувствовать себя в этой ситуации? У нас есть центр в Соединенных Штатах, в Теннесси. Теннесси — это очень особенный штат. Мэри Маковский... Это же они румынское имя? Хорошо. Мэри Маковский вышел замуж. И после того, как они вернулись домой с медового месяца, она пригрозила мужу, что собирается приготовить ужин сама. Простите, она сказала, что приготовит ужин для своего новоспеченного мужа. И вот муж возвращается домой с работы, она подает ему ужин, он берет кусочек в рот и медленно его жьет, погружаясь в глубокую задумчивость. При исполненной гордости она говорит, «Моя мама научила меня готовить только два блюда — мясной рулет и яблочный пирог». Он смотрит на нее и говорит, «Дорогая, и что из этого я жью?» Так что ваша мама, ваша бабушка, за счет чего они становились хорошими женами. Раньше было распространено такое мнение, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Сегодня ваш муж сделает заказ на Яндекс.Еде или закажет пиццу в каком-нибудь приложении. Так что вы не можете стать хорошей женой по тем же принципам, по которым ваша бабушка стала хорошей женой. Вы не можете стать хорошей женой, основываясь на том, как ваша мама стала хорошей женой. Ситуация изменилась, ожидания изменились. Дело больше не в желудке. Для некоторых это пришло в голову, для других ушло ниже, на юг. Так что не нужно руководствоваться этим. В сущности, что означает быть мужем и женой? Большинство людей неподготовлены. Очень немногие в мире подготовлены для того, чтобы совершить это путешествие по жизни самостоятельно. Они достаточно организованы во всем внутри себя. Они никогда не чувствуют, что им чего-то не хватает в жизни, потому что они сделали себя такими. Но большинство людей нуждаются в ком-то, на кого можно опереться. В человеке существуют психологические или эмоциональные потребности, физические, психологические, эмоциональные потребности, возможно, социальные потребности, экономические потребности, множество различных потребностей. Чтобы удовлетворить эти потребности, вы хотите найти одного человека, на которого сможете опереться. Очень сложно найти даже одного человека, с которым вы могли бы разделить все, что у вас есть. Тело, образ мыслей, эмоции и вообще все. Так что смысл в этом? Отношения оформлены определенным образом. Чтобы вы не разошлись, стоит возникнуть небольшому трению. Союз, не позволяющий отношениям развалиться. Ничего более. Величайшая ошибка, которую сделает человечество. Люди начали говорить, браки заключаются на небесах. Вот откуда такой бардак. Нет, они заключаются здесь. Если бы вы увидели, что брак заключается между нами, и мы берем на себя ответственность за то, кто мы, мы смогли бы сделать так, чтобы это работало. Но браки заключаются на небесах. Здесь это уже неприменимо, потому что это какая-то иноземная штуковина. Все в таком бардаке, потому что вы думаете, что оно сделано кем-то еще, где-то еще. Если вы понимаете, что это сделано вами, для вашего благополучия, чтобы удовлетворить ваши потребности и ваши цели, так, чтобы вы могли пройти это путешествие по жизни с наименьшим количеством проблем и трений, тогда вы бы обращались с этим более ответственно, не так ли? И в соответствии с современными потребностями, а не так, как ваша бабушка вела себя в браке. Вы не можете делать так же, потому что ожидания и ситуации совершенно изменились. Так что если вы держитесь за кого-то, кто является вашим другом и вашей потребностью, вы должны понимать это. Вы находитесь в этих отношениях по причине своей потребности. Возможно, другой человек тоже нуждается в этом, но это его дело. Но вы создали эти отношения, потому что вы сильно в них нуждаетесь, не так ли? Если вы понимаете это, и вы всегда благодарны за то, что кто-то удовлетворяет вашу потребность, вы будете хорошо справляться с браком. Вы не будете создавать из него несчастье. Но теперь вы думаете, что кто-то другой нуждается в вас, и тогда вы сотворите из этого бардак. Вы должны понять, что вы нуждаетесь в этом. И другой человек тоже должен понять, что он нуждается в этом. Тогда возникает сплоченность. Или вы думаете, ты нуждаешься во мне, так что я буду тебя эксплуатировать. Нет. Смысл не в том, чтобы выжимать счастье из кого-то, или им выжимать счастье из вас. Если встречаются два счастливых человека, тогда между ними может произойти что-то чудесное. Но если вы несчастны, и вы думаете, что кто-то другой должен стать источником вашего счастья, тогда ваше несчастье только приумножится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...